Всем привет! На связи похудевший Никита и сегодня мы начинаем обзоры на Z-Wave устройства. Напомню, что Z-Wave это система домашней автоматизации, которая работает без проводов. Это как Wi-Fi, только в 10 раз круче. Сегодня у нас в обзоре Home Center 2 и это мозг нашего умного дома. На нем крутится абсолютно все. Говоря все, я имею в виду включенные в него устройства и сценарии. Помимо этого, контроллер формирует в себе систему оповещения, безопасности и удаленный доступ. Отличительная особенность у Home Center 2 это наличие своего SIP-сервера для организации внутренней телефонии и подключения домофонов. В данный момент готовых решений для домофонии нет ни в одном другом контроллере Z-Wave. Поэтому Home Center 2 – наилучший вариант. Также, если вы любите покодить, существует возможность отлично расширить функционал своей системы умного дома. В Fibaro Home Center 2 есть встроенный интерпретатор, который работает на языке Lua и позволяет взаимодействовать с контроллером на уровне API. Эта вещь позволит интегрировать многие сторонние сервисы, но об этом я расскажу немного позже. Давайте посмотрим, как Home Center 2 выглядит изнутри. Для него есть приложение на смартфоны и на планшеты, на iOS и на Android. Также есть веб-интерфейс для любого браузера. В контроллере большое количество плагинов, но решение для мультимедиа и климата тоже найдется. Плагины позволяют очень просто совместить в себе функционал различных устройств, которые напрямую не поддерживаются в Z-Wave. Также для Home Center 2 вы можете написать собственный плагин с помощью виртуальных устройств и сценариев на Lua. За это Home Center 2 все так сильно любят. Резюмируем, что же такое Home Center 2. Первое – это контроллер нашего умного дома. Второе – у него есть собственное мобильное приложение. Третье – на нем крутятся все наши сценарии и устройства. Четвертое – мы можем интегрироваться с любыми сервисами и устройствами с открытым API. Пятое – там можно сделать свой домофон. На сегодня все, и дальше мы будем чередовать обзоры на контроллеры и устройства. Примерно один контроллер и 5-6 устройств. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, там еще колокольчик тоже есть, чтобы всегда знали, когда видео выходит. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok